день победы в нашей стране независимо от того насколько кусочков она сейчас нашинкована празднуется в один и тот же день 9 мая в этот же день он отмечается и в израиле где как сказал высоцкий на четверть бывший наш народ а во всем остальном мире его празднуют 8 мая ну формальная причина понятно акт безоговорочной капитуляции германской империи подписан в карлсгорсте пригороде берлина в 23 часа 45 минут по среднеевропейскому времени в москве к этому времени был уже час 45 9 мая в лондоне еще 22 45 восьмого в нью-йорке там вообще еще был день естественно даты зафиксировались по-разному но есть в этом и более глубокий смысл то что для союзников наших война фактически закончилась раньше давно и хорошо известно немцы фактически последний раз попытались всерьез оказать им сопротивление только в декабре 44 года устроив второй раз прорыв через орденский лес как ни странно союзников ничему не научила то что и в сороковом году главный удар по франции немцы нанесли через тот же орденский лес пустив мощные танковые соединения там где местность казалось трудно проходимой даже для пехоты союзники этого не учли второй раз наступили на те же самые грабли но после этого немцы фактически перестали сопротивляться союзники двигались грубо говоря с той скоростью с какой армейские тылы могли поспевать за передовыми частями и фактически где-то к началу апреля 45 германия перед англичанами и американцами если не официально то фактически капитулировал официально это было зафиксировано 7 мая в реймсе хотя на церемонии и присутствовал один из советских генералов который просто был в том районе по делам он был прислан для согласования с союзниками кое-каких действий но соответствующих полномочий у него не было и вообще все это выглядело как попытка немцев официально зафиксировать прекращение сопротивления на западе ради того чтобы сосредоточить все силы на востоке именно поэтому и пришлось устраивать повторную церемонию безоговорочной капитуляции уже по всем правилам и перед всеми союзниками сразу включая нас вот это вот отсутствие сопротивления лишний раз показывает с кем все-таки немцы воевали всерьез и кто их в конечном счете разбил не говоря уже ни о чем прочим 4 погибших на фронте немца из пяти погибли в боях с нашими войсками я уже не говорю итальянцах венграх финнах и прочих союзников германии которые гибли только на восточном фронте союзников германии в боях с наем погибло что-то около миллиона сколько погибло самих немцев сказать невозможно потому что немецкий учет потерь был поставлен несравненно хуже нашего поэтому оценки гибели собственно немецких солдат колеблются на восточном фронте колеблются в пределах от 2 миллиона 800 тысяч до 8 миллионов 200 тысяч самая вероятная оценка немецких потерь боях с советскими войсками это где-то миллионов 55 с половиной так что били немцев мы и победили их мы причем мы это в данном случае весь советский народ вне зависимости от национальности кстати напомню что первый эстонец получивший звание героя советского союза после воссоединения эстонии с союзом арнольд мэри получил это звание в сорок первом году когда его давали очень редко это показывает насколько доблестно сражались эстонцы в общем то хотя сейчас там стараются об этом не вспоминать но на стороне советского союза воевала куда больше эстонцев чем на стороне германии и понятно почему в основном потому что эстонцы были к сороковому году сыты по горло своей диктатурой своей буржуазии и вовсе не хотели повторение того же да еще и в импортном варианте конечно не все народы нашей страны воевали равно умело но все воевали равно доблестно ну один из хрестоматийных примеров когда было сформировано несколько мононациональных воинских частей в закавказе то дальнейший ход боевых действий показал что чисто армянские части в общем мало чем отличались от прочей армии а вот чисто грузинские и чисто азербайджанские имели заметно меньшую боевую устойчивость при том что грузины командиры очень успешно действовали во главе русских воинских частей грузины рядовые очень успешно действовали под командованием русских командиров никаких претензий ни к тем ни к другим не было но вот когда часть была чисто национально срабатывали какие-то механизмы привычные механизмы взаимоотношений чисто житейских плохо совместимые с воинской дисциплины то есть в этих частях просто не получалось наладить должную дисциплину потому что воинская часть воспринималась грубо говоря как продолжение семьи и сейчас когда мы в очередной раз отмечаем годовщину победы надо четко понимать что эту победу одержали мы все вместе и если нам придется еще раз доказывать кому-то что с нами лучше не связываться доказывать это нам придется всем вместе не разбираясь кто из нас родился на юге а кто на севере потому что война это дело конечно очень противно но это дело коллективе а